Теремок ТВ Бодобарона Буква М Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я покажу вам букву М Это самая лучшая буква Она нужна, чтобы не делать ничего, что не хочется Ух ты! Бода, а как это? Сейчас покажу Вот придумайте, что вам не нравится И попросите меня это сделать Бода, надень, пожалуйста, носки Нет! О, видели? Поняли, какая отличная буква? С нее начинается слово нет Точно! А еще слова не и ни Давайте еще раз Попросите меня что-нибудь сделать Бода, вызморкай, пожалуйста, нос Ни за что! Не буду Давайте еще Бода, помой, пожалуйста, ноги Не стану Еще! Давайте еще! Еще! Может, лучше во что-нибудь другое поиграем? Точно! Давайте в нарды Они тоже на букву Н Три и один Получается четыре Я делаю ход Не хочу Играть в нарды Если Бода не хочет играть в нарды Давайте тогда нырять Нет, нет, нет Не хочу Не буду Не стану никогда Ни разу Ни за что Что-то мне не нравится такая игра И морфикам тоже Если Бода с нами играть не хочет Мы можем сами с морфиками поиграть Ну, играйте сами А я не хочу И не буду Вот так Мы будем вместе клеить наклейки Ой, а еще носорог на букву Н Давайте позвоним носорогу Видал? Это же я им букву Н показал А они теперь без меня же В нее же и играют Мясорог! Спасайся, кот, бородуй! Нет, нет Нельзя Мясорог Не трогай Бода Уф Еле спасся Ах вы так Ну, я так вообще не играю Так, дети И морфики Никаких больше Не и ни Одно расстройство Одни Бода Слова нет и не Очень важны Но не нужно их произносить Просто из вредности Так я и говорю, дети Никакой вредности больше Только одна смешная польза А теперь давайте запускать Воздушного змей Да, Бода, давай! Ой, только воздушный змей С других букв начинается Не с буквы Н А мы куда его запускаем? В небо! Вот вам и буква Н Ой, весь день Держу пробулку Н Они ее у себя под носом Не замечают Кафе Бода Привет, Бода! А, привет, дети! Есть хотите? Хотим Сейчас что-нибудь поедим А вы что будете? Эм, пасту! Зубную, что ли? Нет, дети Пасту есть бессмысленно Не зубную пасту А макароны В Италии все макароны Называют пастой По-итальянски Это значит тесто А у нас пастой часто называют Все, что похоже на тесто Шоколадную пасту Томатную И даже зубную Так, дети Хватит со мной на итальянском И разговаривать Но, Бода, чтобы правильно понимать слова Нужно знать их значение Дети, не спорьте Выбирайте что-нибудь попроще Ладно, тогда давай гуляш Хе-хе-хе Вот вы скажете тоже И морфом понятно Что этот ваш гуляш Гуляет вместе с тарелкой Стой! Я еще тебя не поел! Да нет же, Бода Гуляш не от слова гулять По-венгерски гуляш означает мясное блюдо Опять вы на иностранном еду просите Все, сейчас я сам выберу Вот Профи-тролли Мама Нет, троллей мы тоже заказывать не будем Профи-тролли Это такой французский десерт Очень вкусный Уф, даже не уговаривайте Я сыт по бороду всеми этими вашими тестами, пастами и троллящими гуляшами Все, я свое кафе открою Так, с чего бы и начать? Ага, сырники, их сырыми едят Нет, нет, Бода, сырники не значит сырые Это жареные оладьи из творога, которые раньше называли сыром Тогда вот, вареники, как и положено, с вареньем Ммм, с клубничным Бода, ты опять ошибся Вареники не от слова варенье, а от слова варить Да вам не угодишь Тогда знаете что? Тогда д-д-д-д-д-драники Драники действительно от слова драть Но раньше это значило тереть Натер картошку на терке Пожарил, вот и драники Так, дети, у меня тут морфы еды хотят А не ваши эти значения, происхождения, словообразования Бода, покорми морфиков бутербродами Стоп, слово бутерброд, что означает? В переводе с немецкого это хлеб с маслом Хотя сейчас бутербродами называют хлеб с чем угодно Солбасой, сыром или даже с овощами Ну что, дети, хороший я повар оказался Может быть и хороший, но бутерброды надо будет оплатить Привет, Бода А почему ты такой грустный? Привет, дети Да вот, авторы никак не могут историю про меня придумать Ну? Подожди, Бода, думаем Может, про корабль? Не, корабль не получится Мы еще мягкий знак не проходили О, может так? Морфики утащили буквы Опять? У нас уже три эпизода таких было Четыре! Но кто считает? Ладно, морфики буквы забирать не будут А пусть их заберут инопланетяне Я там морфиков! Да не морфиков, а буквы Инопланетян не получится Буквы Н у нас тоже нет Да у нас третья алфавита нет Все, у меня идеи закончились Эээ, а как же урок? А как же дети? Мы хотим мультик с Бодом Бода, а давай сами придумаем историю Из этих букв можно собрать много разных слов Подушка Яма Арбуз Бегемот Шар Дорога Так и быть Научу вас истории сочинять Берете слово подушка И сочиняете Эм, 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 да Лежал как-то Бода на подушке И ел, эм, эм, о, арбуз И тут приходит... Бегемот? Нет, с Бегемотом я делиться не буду Давайте так Идут Бода и морфики по дороге Идут по дороге И сколько нам еще ножками перебирать? Сочиняйте дальше уже Идёт Бода по дороге и видит подушку. И видит яму. А в ней бегемота. Он упал в яму и не может выбраться. Бедненький. Бода, ты же поможешь ему? Да что ж такое? Опять мне всех спасать? Эй, так и быть. Супер Бода протянет бегемоту в подушку помощи. Подушка бегемоту не нужна. Хорошо, хорошо. Отдам бегемоту арбуз. Бода, от арбуза мало толку. Он не поможет бегемоту выбраться. От арбуза мало толку? Эй, верни арбуз, раз так. Я сам его съем. У нас ещё остался шар. Ура, мы спасли бегемота. Эй, эй, бегемот, осторожней. Оборачивай. Уф. Вот, дети, учитесь, как сочинять бегемота. То есть спасать истории. Да, Бода. Целое приключение получилось. Ой, устал я что-то. Пора выпить чаю с конфетами. Прости, Бода. Для чая букв не хватает. Ладно. Согласен на конфету без чая. И для конфеты тоже. Понятно. Надо было сочинять историю, где Бода лежит на подушке и ест арбуз. Пока, Бода. Пока, дети. Я ведь детей всему научил. Бегемота спас. И историю за них сочинил. Пока, Бода. Пока, авторы. А сам подушки лишился. Арбуз не поел. Шарики упустил. От них даже чая не дождёшься. Какая моя бедня. Буква П Привет, Бода. Что ты делаешь? Как что? Собираюсь в путешествие. Бода, но мы же путешествуем в другом сезоне. Он так и называется. Бода-путешествие. А в этом сезоне мы учим буквы. Помнишь? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Попались. Они думали, я забыл, что мы учим буквы. Вот дают. Дети, сегодня я научу вас букве П. А в путешествии мы найдем слова, которые с нее начинаются. Ух ты! А слово путешествие тоже начинается на букву П. Точно. А еще слово поезд. И пара-код. И, эм, самолет. Нет, Бода, самолет начинается с другой буквы. А-а-а! Уф! Хорошо, хоть и парашют на П начинается. Ой, смотрите, вон какое П-н-н-н-н-н-н-н. Это Париж. И он тоже начинается с буквы П. Подходит. Раз мы гуляем на букву П, то будем все делать по плану. Пункт первый. Ходим по площади. И едим пончики. Бода, смотри. Это триумфальная арка. Она похожа на букву П. Ого-го себе, буковка. Пункт второй. Гуляем по проспекту и едим пиццу. Отлично. Вот и погуляли. Пункт третий. Гуляем по парку и едим пироги. Бода, кажется, мовчики устали. Они хотят домой. Домой? А как же буква П? Она так и останется неизученной. Весь урок испортили. Где я вам теперь возьму букву П? Бода, посмотри, сколько в доме букв П. Давайте составим новый план. Можно ползать по полу. И прыгать к потолку. И прятаться под подушками. А это вы хорошо придумали. Морфы, хе-хе, я вас нашел. А еще плюхаться в постель. Морфы, вы куда? Бода, кажется, морфики собираются в путешествие. Эх, дети, опять вы все перепутали. Сколько раз я говорил, путешествуем мы в другом сезоне. А сейчас учим буквы. Что вот это вот за буква, например? П, Бода. Вот-вот. Это буква П. Все, урок окончен. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ